с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 25 марта день работников культуры россии с этим праздником принято поздравлять представителей творческих профессий деятелей искусства а также хранители культурного наследия и их популяризаторов конечно хочется пошутить на эту тему знаменитой кинокрылатой фразой мы старые работники культуры но роль безусловно огромный у этих людей а того насколько каждый из нас вовлечен в общее культурное пространство говорит о многих качествах нашей сегодняшней жизни у родившихся в этот день 1767 год в этот мир приходит иоахим мюрат сподвижник наполеона маршал франции король неаполитанский был женат на сестре наполеона в компании 1813 года мюрат принимает участие в ряде сражений как маршал наполеона после разгрома в битве под липцигом возвращается в свое королевство на юг италии а затем об январе 14 переходит даже на сторону противников наполеона во время триумфального возвращения императора власти в пятнадцатом году мюрат хотел напроситься к нему в качестве союзника но император отказался от его услуг вспомнив прошлое в 1942 году появилась на свет арета фрэнклин выдающаяся соул певица ее считают величайшей исполнительницы в истории музыки именно в жанре соул более полувека ее альбомы не сходили с первых позиций а песни продавались тиражом свыше миллиона экземпляров к тому же 18 премий грэмми при 44 номинациях именная звезда на голливудской аллее славы и она первая женщина которая попала в зал славы рок-н-ролла в 2008 году журнал rolling stone поставил арету франклин на первое место в списке лучших вокалистов всех времен еще одна звезда элтон джон появился на свет 1947 году настоящее имя оригинальд кеннет дуайт английский поп-певец и автор песен говорят что он смог освоить фортепьяно в 4 года а уже в 11 стал настоящим виртуозом этой игры и стипендиатом королевской академии музыки ну а потом начинается умно помрачительная карьера певца и автора песен 8 концертов кстати джон дал весной 1979 года в ленинграде и москве это была первая крупная гастроль западного рок-музыканта в советском союзе а еще элтон джон имеет необычное хобби он коллекционирует редкие оправы для очков что впрочем всегда бросается в глаза когда мы видим его концертный и не только образ 1956 год день рождения советского и российского актера юмориста исполнителя ефима шифрина но теперь о некоторых событиях 25 марта год 1828 из трехлетнего кругосветного плавания возвращается экспедиция дюмон дюрвиля обнаружившая место гибели экспедиции жана франсуала перуза поиски продолжались около внимания 40 лет пока наконец 1826 году английский капитан питер дилан не обнаружил на острове вы не кора следы кораблекрушения 1828 году остров посетил дюмон дюрвиль корабль которого в честь корабля лаперуза назывался астроляби он подтвердил сообщение капитана и поставил на месте крушения памятник год 1876 первый официальный международный футбольный матч играют уэльс и шотландия все происходит в глазго шотландцы выигрывают со счетом 40 год 1922 решение президиума в цик о приведении всей красной армии красного флота к красной присяге революционному торжественному обещанию днем приведения к присяге назначена 1 мая 1957 год 6 европейских стран франция бельгия люксембург западная германия италия и нидерланды подписывают так называемый римский договор о создании европейского экономического сообщества общий рынок и европейского сообщества по атомной энергии евратом до создания евросоюза было еще несколько десятилетий год 1985 по центральному телевидению начинается премьерный показ телефильма гости из будущего удивительная история приключилась с николаем герасимовым когда он отправился в магазин за кефиром при этом он еще и школьник по дороге в продуктовый магазин он находит и активирует машину времени перенося себя в 2084 год роботы странные машины инопланетяне устройство которое естественно умеет читать мысли в общем возможности нереальные вот что ожидает нас через 130 лет впрочем уже гораздо меньше и кто-то наверняка точно сможет узнать что же будет в 2084 на самом деле год 1995 бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе майк тайсон выходит на свободу он отбывает три года в тюрьме за изнасилование потом окажется что впредь от него надо беречь еще и свои уши 2018 год пожар в торгово-развлекательном центре зимняя вишня в кемерове площадь пожара 1600 квадратных метров обрушается кровля перекрытие между четвертым и третьим этажами пожару присвоен третий номер сложности по пятибальной шкале а на территории кемеровской области вводится режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в результате пожара погибает 60 человек из них 37 детей ну и последнее 25 марта 1974 года на экраны страны выходит фильм василия шукшина калина красная свою последнюю и самую успешную по мнению многих критиков картину василий шукшин создает как ни странно благодаря чиновникам из госкино режиссер долго вынашивал планы фильма степана разине но ему поставили условия прежде чем приступить к работе над исторической драмы сначала снять ленту о жизни современной большинство зрителей после просмотра рыдали но некоторые возмущались безобразие рецидивиста воспели через полгода после выхода картины который героя шукшина убили 45-летний василий макарович умирают его хоронили с ветками калины в руках а калину красную продолжали исследовать как энциклопедию советской эпохи 70-х вот некоторые знаменитые выражения из этого фильма я нервничаю потому что мне деньги жгут ляжку сто листов их же надо взлохматить они у нас собаки спляшут и не маленьких лебедей нет железное болеро кракаяк в присядку не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег ширину такое знаете бальдельеро и народ для разврата собрался и как это точно иногда с вами был николай пивненко в проекте дата